За использование гимна России известную Екатеринбургскую фолк-группу Солнцеворот обвинили в нарушении авторских прав. К недоумению музыкантов претензия поступила от финского исполнителя, называющего себя правообладателем композиции. Почему гражданин Финляндии присвоил себе символ России, да еще так внезапно, музыканты в толк не возьмут. Клип на государственный гимн они сняли год назад. В авторской версии уральцы сохранили слова и музыку. Однако на днях народников угрождают заблокировать в интернете за нарушение авторских прав. Мол, у скандинавского исполнителя совпадает с уральским клипом целая минута. Может быть каким-то макаром вы на это имеете право, но тем не менее музыка Александрова, стихи Михалкова, видеоконтент весь снят с нашим режиссером, нашим оператором, то бишь весь это авторский наш контент. Но как поясняют сами музыканты, претензию выставил робот видеопортала. По счетам финского певца правообладателем гимна России. С ним теперь уральцам и нужно уладить этот вопрос. Первая мысль, которая пришла о том, что, ну, во-первых, надо защищаться, потому что если мы сейчас не решим эту проблему, то он нас сокроет ютуб-канал. Чтобы выяснить, есть ли плагиат, мы обратились к независимому музыкальному эксперту. Выводы специалиста уральцев успокаивают. Как раз финские музыканты, начиная вот с минуты 11, ну, одна минута 11 секунд, используют в своей композиции звучание гимна Российской Федерации. Поэтому не совсем понятна суть претензии финских музыкантов в группе «Солнцеворот». Потому что как раз это они заимствуют мелодию. Не понимают сути претензий и юристы. По Гражданскому кодексу государственный гимн не является объектом авторского права. Его может свободно использовать любой исполнитель. Правда, в разумных пределах. Законодатель намеренно не отнес гимн к объектам авторского права, поскольку он, в принципе, признаками общей доступности обладает. Поэтому, на мой взгляд, совершенно беспочвенные претензии финских исполнителей или музыкантов. Уральским музыкантам теперь необходимо связаться с финским исполнителем и договориться о снятии претензий. Иначе, говорят юристы, уже у нас могут возникнуть вопросы о таком использовании гимна России в Финляндии. Юрий Шумков, Николай Косарев, Городской дозор.